Прямой разговор Сегодня Светлана Рудь, гость нашей студии. Светлана Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Евгеньевна, мы, во-первых, поздравляем вас с заслуженной наградой. Вот что для вас значит такая оценка? Ну, вы знаете, во-первых, это, наверное, очень приятно, что все-таки есть какие-то поощрения, скажем так. Они чисто приятны в моральном плане, потому что, ну, действительно, мы же стараемся, чтобы опять сделать людям счастье, создать здоровых детишек, чтобы мамы уходили от нас здоровыми, и дети были у них, с ними вместе выписывались из родильного дома. Поэтому, ну, это чисто очень приятно, и, наверное, благодаря сначала, в первую очередь, нашему руководству, которые все-таки, наверное, решили бы так поощрить. Вот. Ну, в принципе, вот такая, мне кажется, задача. Просто очень мне приятно было за то, что, ну, как-то наше руководство оценило меня, скажем так, что российское руководство не отклонило мою кандидатуру. Ну, мне просто приятно было. Как вы выбирали себе профессию и специализацию? Ну, профессию я выбирала себе еще в классе, наверное, восьмом. Я просто хотела быть очень врачом, и почему, я даже не могу сейчас вам вспомнить и объяснить, я хотела быть акушером, но не гинекологом. Но у нас же нет, чисто так вот разделить. Я очень долго поступала, 4 года, да. Тогда было, конечно, гораздо тяжелее поступить в высшее учебное учреждение, чем это в настоящее время. Но я все-таки поступила. Вот. Я выбрала, действительно, акушерство и гинекологию. Гинекологию. И, наверное, где-то с 96-го года я вот только работаю в акушерстве, даже не в гинекологии. Вот. Поэтому как-то вот так я туда пришла. Но вы же какое-то время в женской консультации, да, в третий нём дома работаете? Ну, я в женской консультации, опять же, обработала месяцев 7. Я ходила все время в роддом, что я просилась, ну, переведите меня отсюда, мне здесь не очень нравится. Хотя, в принципе, может быть, я немножко не права. Первая ступень – это женская консультация в нашей работе. И, понимаете, как ещё бывает, что прежде чем пройти вот ко всему, нужно пройти вот с низов. Я работала, когда училась в институте санитаркой, я работала медсестрой, я работала в врачевом женской консультации, но совсем чуть-чуть. Я ходила дежурить бесплатно в наш роддом просто с докторами, которые уже, ну, были, так сказать, маститые врачи, опытные. И я очень всем благодарна, что никто мне никогда не отказывал. Приходите, работайте. И вот как-то так, в итоге, я пришла на работу в женской консультации, сижу такая, наверное, грустная. Вдруг сказал, да, у вас же приказ пришёл с 1 марта. Я так-так-так-так собрала все свои пожитки и убежала в роддом. То есть это прям мечта была? Это была, да. Дарить мамочкам счастье? Да, действительно, просто быть окушенной. Это очень страшно, ответственно. Я всегда боялась, но я думаю, что я смогла. Вот как за это время, пока вы работаете, да, уже 35 лет прошло, меняется подход и к ведению беременности, и к родам? Вы знаете, он меняется, мне кажется, с каждым днём, потому что, во-первых, медицина не стоит на месте, это раз. Вводятся какие-то новые подходы, новые технологии. И в настоящее время создаётся очень много клинических стандартов. Они были, конечно, и раньше, но как-то так больше мы... Но всё равно классика есть классика, ведение родов и ведение беременных. Но в настоящее время мир развивается по-другому, науки развиваются по-другому, и акушерство развивается по-другому. Поэтому сейчас мы должны быть близки к соблюдению клинических протоколов, клинических рекомендаций. Даже ещё потому, что женщины сейчас тоже становятся более грамотными, понимаете? Они же всё это знают, они где-то читают. Хотя мы всегда, когда с ними беседуем, мы говорим, что интернет, он как его интерпретировать, так оно и будет, в пользу он выйдет. Но есть, конечно, грамотные женщины, грамотные будущие мамочки, поэтому с ними как-то легко, они тебя понимают, а ты должен их понять, и всегда, либо что-то отклоняется в сторону, мы стараемся им объяснить это, насколько это возможно для понятия чисто обывателя, скажем так. Поэтому, наверное, даже стало сейчас тяжелее нам в этом плане, потому что нужно стараться убедить мамочку, что оно взят именно так, а не так, как она хочет, и как ей сказала какая-то подружка или бабушка. Поэтому мир современный, он всегда меняется, и надо идти в нем ногу, стараться принимать все новшества. Ну, естественно, их нужно, так сказать, интерпретировать правильно и соблюдать все эти вещи, чтобы они были, не выходя за какие-то прям пределы такие. Ну, можно чуть-чуть мыслить, естественно, мысли никто не отменил. И клиническое мышление каждого доктора, оно играет важную роль, не то, что ты там сказал так, А, Б, В, но ты это знаешь. Но в каждом правиле всегда есть какие-то исключения. Мы должны к ним, не то, что мы должны игнорировать это, но действовать в соответствии с акушерской, пока мы акушеры, с акушерской ситуацией. Всегда вот так. А вот эта вот осведомленность мамочек повышает их тревожность? Вы знаете, наверное, да. Иногда почему? Потому что, ну, даже взять осведомленность чисто вот такую разговорную у них. Они могут бояться, если у кого-то что-то не секрет, это действительно бывает, мы тоже не боги. Вот. И вот у некоторых женщин, скажем, мамочек, ну, бывают какие-то неприятные ситуации. Ведь никто от этого не застрахован, и никогда нельзя винить кого-то извне. Сразу, ну, сначала нужно обращать внимание на себя, хотя, к сожалению, этого не происходит. И действительно, женщина боится того, чтобы не произошло с ней то, что произошло, допустим, с ее какой-то приятельницей. И мы вот это всегда стараемся, их убедить, что нельзя все плохое переводить на себя. Вы такая, вот там другая девушка, она совсем разная, у всех все будет по-другому. Просто мы всегда говорим, что нужно слушать врача женской консультации, нас, или если они лежат в отделении патологии беременности. Ведь никто никогда не хочет сделать причине зло, скажем так, и сделать что-то не так. А в принципе, вот что советуете мамочкам, как бороться со стрессом во время беременности, тем более сейчас в наше время, когда, в принципе, мы живем на стрессе? Ну, мы всегда, наверное, жили на каком-то стрессе, то меньше, то больше. Ну, вот я только что сказала, что нужно полностью доверять своему доктору. Тем более сейчас есть чаты, которые создаются с докторами, ну, вот на эмбулаторном звене. Ведь что-то у будущей беременной женщины, скажем, что-то не так случилось, она в любое время дня и ночи может сообщить или написать своему доктору, который вот на данном этапе может ей чем-то помочь. Это первое. Потом, когда у нас каждый четверг проходят дни открытой двери в 13 часов, я их порожу сама чаще всего, вот, и я всегда стараюсь, что если у вас что-то не так, пожалуйста, не теряйте время, потому что фактор времени играет очень важную роль, во всяком случае, беременность это 100%, мы же всегда здесь, мы всегда готовы вам прийти на помощь. Вы придете, и сразу ситуация разрулится, ну, либо все хорошо, и вы благополучно пойдете домой и будете дальше ходить до нас, либо мы вас госпитализируем там для обследования, для того, чтобы вы сами были спокойны, потому что, когда вы находитесь под контролем, под нашим вниманием, то женщины потихонечку успокаиваются, тем более сейчас есть, ну, достаточно аппаратуры там УЗИ экспертного класса, где мы можем посмотреть, как чувствует себя малыш, проследить кровоток в плаценте, в поповине, мы можем записать кардиотокограмму плода и правильно ее интерпретировать и сказать, что да, вы не переживайте, вот сейчас с вашим малышом все хорошо. И вот на таком, наверное, взаимопонимании женщины и доктора, ну, должно быть все хорошо, а не то, что он скажет, я не буду делать, это мне не надо, вот этого быть никогда не должно. — Что с собой сегодня представляет родильное отделение? Вы уже немножко начали говорить о всех возможностях, да, которые сегодня... — Да, что родильное отделение? Ну, во-первых, наверное, где-то с 17-го года мы начали, мы чуть-чуть перестроились немножко, мы сделали индивидуальные родзалы, и вы знаете, очень интересно, когда женщина приходит к нам, рожавшая в 15-м году, и посмотрев сейчас, действительно, у них прям так открываются глаза, и как красиво, как хорошо, чисто, вот эти индивидуальные родзалы. Что еще интересно, свободное поведение женщины, оно не все время не лежит. Она может спокойно передвигаться по родзалу, она может использовать фитбол, им очень это нравится, почему-то некоторые, вот, кто старые закалки женщины, они же бывают и взрослые, которые приходят рожать, и немножечко так опасаются. А молодые девушки прекрасно, никто их не разрешил, вернее, не выключает их телефон. Она вот положила на кровать телефон, она читает свои свадки, она катается на фитболе. Далее, что еще у нас? Ну, во-первых, каждый родзал оснащен детской аппаратурой, если вдруг, не дай бог, что-то приходится. Мы стараемся проводить мягкие роды, что это тепло, тихо, и мамочкам это тоже нравится. Потом мы начали потихонечку, честно говоря, потихоньку внырять вертикальные роды, но и введение, рождение, вернее, детей у женщин с рубцом на матке через естественные родовые пути. То есть не всегда нужно оперировать повторно. Ну, естественно, эти женщины пускаются в роды после полного обследования. Мы должны узнать состояние рубца, возможно ли нам провести женщину через естественные родовые пути. Во-вторых, должно быть согласие женщины обязательно, согласна ли она, да. Некоторые это принимают прям очень с такой позитивным настроем, потому что, да, я же не рожала, я хочу попробовать. Мы пробуем, мы рожаем. Ну, во всяком случае, опять же, у нас родили дом второго уровня, потому что у нас только перинатальный центр, и нам разрешено проводить эти вещи, и мы как-то действительно стараемся, нам с вами приятно, когда у нас получилось. Когда первый раз мы рожали рубец на матке, я, по-моему, дежурила даже, вот стоишь и смотришь на нее, как она себя ведет, что... Ну, и потом потихонечку мы начали уже привыкать. Но опять же хочу сказать, что перед тем, как это сделать, оценка ситуации, состояния женщины в первую очередь рубца на матке должна быть оценена, конечно, на все 100, чтобы не было проколов. Ну, и что я говорю, что что-то бывает у нас операционно через коридорчик. Мы всегда успеем сделать то, что нам нужно сделать, чтобы мама с малышом были довольны, счастливы, наверное. Понятно. Потом у нас есть партнерские роды. На партнерских родах мы говорим, что присутствует, ну, любой человек. Мама, папа. Тут у нас был даже будущий дедушка один раз. Мы тоже были так удивлены. Но, во всяком случае, это как-то, ну, наверное, женщине было приятно. Вот. Подружки какие-то, соседки. Ну, единственное правило, это полное обследование сопровождающего лица. Тоже это сейчас как-то прогрессирует, это все. И им нравится. И поэтому за тем, чтобы провести партнерский род, не нужно никуда уезжать. Мы всегда говорим, у нас все есть. Ведь мы все одинаковые абсолютно. Может быть, там где-то условия, какие-то пребывания в послеродовом периоде получше. Ну, во всяком случае, у нас тоже достаточно неплохо. Мы им рассказываем, даже, можно сказать, женщинам, что два человека в палате, две мамы, два малыша. Ну, опять же, я также им говорю на неоткрытых дверей, что если вдруг, ну, все мы люди, ну, не хочу я с кем-то лежать. Если есть возможность, мы всегда приветствуем и помогаем женщине, чтобы она действительно была одна с своим малышом. И никто больше ее не беспокоил. Далее, в палате повышенной комфортности, правда, она у нас пока, наверное, может быть одна, может когда-то все изменится, туда возможен доступ родственников. Это тоже очень женщинам нравится. И всегда они спрашивают об этом. Ну, и потом приходит папа, полноценная семья, находится какой-то там промежуток времени. Это тоже пользуется достаточно таким сейчас большим спросом. Потому что это где-то есть, ну, наверное, в больших перинатальных центрах Москвы, там, наших, Видное. Это наш головной учреждение, перинатальный центр Горова Видное. Это есть. Ну, и чтобы, опять же, мы привлечь на себя немножко, мы должны чуть-чуть отпустить вот эти рамки, не то что с закона, опять найти какое-то исключение из правил, чтобы привлечь на себя женщину. Чтобы ей создать те условия, но не совсем те, но близкие к тем, которые бы она захотела, чтобы, ну, быть ближе к родственникам, ближе к своему супругу, который, например, помогал ей в родах, потом он пойдет после родов к ней в палату, и там побылет какое-то время. Это приятно, и женщинам достаточно это нравится. Ну, и во всяком случае, мы стараемся сделать так, чтобы женщинам было комфортно. Вы сказали, приходят рожать, в том числе и взрослые женщины. Вот как их много сейчас? Вы знаете, сейчас их очень много. Сорока, да? Да, после сорока. Но если мы считаем, что где-то в возрастной ценз, ну, в Российской Федерации, там, 27-29 лет, опять же, понимаете, мы всегда, ну, даже население считает, шагает ногу со временем. Ну, что, женщина, закончила вуз, нужно немножко поработать, чтобы потом тебя на работу не примут без опыт работы. Вот, ну, где-то после 30, во всяком случае, рожают. Ну, есть всевозможные, есть 18-23, после 40, последние, вот, даже в этом году было их действительно много. 40-11, ну, естественно, там были третьи, четвертые дети уже такие. Они, не скажу, что какие-то там они были социальные. Нет, они совершенно осознанные женщины пришли, и они очень хорошо выглядят, любят своих детей. Да, это есть. Ну, наверное, вы знаете, может быть, кто-то как-то уже привыкает к жизни, у кого-то вторые браки, но даже не всегда повторные браки. В первых браках женщина рожает детей, у которых, например, старшим детям, ну, за 20 уже. Это тоже есть. Ну, и, наверное, это хорошо, если семья, ну, в первую очередь, семья решает, да, сколько ей имеет детей. Вот, если у них есть на это возможность, а почему нет? Почему здоровая женщина не может одеть детей? Ну, вот насколько могут, есть вероятность того, что могут возникнуть осложнения уже у женщины после 40? Ну, вероятность, она всегда есть, даже не после 40, а после 25. Это индекс здоровья населения, она все равно будет падать. Но, опять же, есть планированная беременность, то есть женщина перед тем, даже вот возьмем 40-летнюю женщину, которая перед тем, как запланировать беременность, она должна, опять же, прийти в женскую консультацию, обследовать, создать там анализы на инфекции, на гормоны, статус свой определить. Ну, если у вас все хорошо, почему? До 47 лет продлен репродуктивный возраст женщины. Пожалуйста. А такой термин, как был раньше, старородящий, уже не используется? Ну, она была возрастная, мы теперь пишем так. Это если первые роды, вот тогда, да, повторные, третьи роды мы не пишем. Ну, когда первые роды, мы пишем первые родящие в 31 год. Мягко, ничего такого личного. Ну, и женщина наша, наверное, не видит, этот диагноз пишется для нас, для оформления медицинской документации. Мы можем написать многорожавшие. Мы можем написать, например, какие-то там четвертые роды в поздний репродуктивный возраст. Но, во всяком случае, это ни к чему не обязывает. Это просто наш диагноз, который мы должны написать, чтобы оформить все правильно, скажем так. От чего зависит благополучный исход родов? Ну, мы, наверное, начали с вами это с самого начала говорить о том, что женщина должна состоять на учете в женской консультации. Порой сейчас, может быть, какая-то миграция населения, она же как-то увеличилась. То есть, живу я, например, там, она живет в Рязани, она уехала в Москву, она приехала в Серб. И вот эти вот метания, теряется время, она не попала на прием туда, она не провела первые скрининги. Вот в 12 недель женщина проходит первый скрининг, который, и биохимический скрининг, это выявление пороков развития дауна, генетика. Вот эти, проведя все скрининги правильно, доктор, проводящий скрининги правильно их интерпретировав, сдать все анализы полностью, быть под контролем доктора, и, естественно, не скажу, что там прям, ну, мы должно быть 100%, но, к сожалению, не всегда. Вот это залог того, что женщина родит здорового ребенка, и ее образ жизни во время беременности тоже действительно должен быть правильным. Нельзя снимать со счетов даже тоже курение, хотя ведь, наверное, даже, мне кажется, две трети их населения сейчас просто курят. Доктор говорит сдать анализы на инфекцию, мы с вами сейчас повторимся уже. Да, она скажет, да, ну, у меня уже все хорошо, я не болела во время беременности. А когда что-то происходит, и мы начинаем более детально, а, да, у меня был насморк, а, да, у меня был больной зуб. И мы всегда говорим, малейшее проявление какого-то заболевания во время беременности, оно может дать всплеск развития той или иной патологии, потому что во время беременности иммунитет у женщины снижается, и какие-то латенты, протекают даже хронические заболевания, когда они никогда в жизни не беспокоили, они могут о себе дать знать так, что в первую очередь кто страдает, конечно, ребенок. Мама-то, может быть, все будет нормально, и вот думать надо о том, что в первую очередь страдает малыш. Вот если у мамы что-то вдруг какая-то, ну, сейчас малейшее какое-то проявление катаральных явлений, там у нас все равно малыш может от этого пострадать. Ну и потом что там бывает? Матритробные пневмонии, зеленые воды у курильщиц. Ну и, дай бог, что наши детские доктора, конечно, они справляются с этой патологией, все. Четко работают приказы маршрутизации. Если наш родильный дом второго уровня, то после 34 недель мы должны рожать у нас. Далее опять вот женщины начинают беспокоиться, мы всегда говорим, что вопрос транспортировки решаем мы сами. И я хочу сказать, вот, наверное, тем, кто нас будет сегодня смотреть, что я всегда говорю, мы говорим так, что помощь маме, помощь малышу, которому нужна будет реанимационная помощь, будет оказана в нашем родильном доме на таком же уровне, как в перинатальном центре. Только единственное, что они, малыши, потом переводятся для чего? Для полного обследования, опять же там МРТ, КТ и выхаживания этих малышей. И потом мама после выписки отправит. И опять же время транспортировки. Саму транспортировку решают наши доктора. Тоже опять есть специальный чат. Родился тяжелый малыш. Сразу сообщается в общий чат. И доктора, реаниматологи из перинатального центра видно, ну, буквально через несколько часов здесь. Потому что, опять же, мы вернулись к технике развития. Перинатальные транспортные кювезы, они просто выкатываются, вкатываются, как в кино, в скорая помощь, вот один в один. И малыши уезжают. Опять же, согласие мамы. Мама подписывает кучу бумаг. Все это документально подтверждается. И потом мама после выписки, опять же, по согласованию с докторами, видно, она туда госпитализируется. И там до выписки находятся малыши. Что все есть, все работает. Не нужно бояться рожать. Например, у нас. Поэтому я всегда, вернее, мы говорим, что роды, они везде одинаковые. Понимаете, иногда бывает так, что мы сами отправим женщину, оценив ситуацию, что да, мы можем здесь с ней справиться. Сахарный диабет тяжелый, пороки сердца, осложнение беременности тяжелое бывает. Мы же всегда за то, чтобы исход беременности был хороший. Поэтому мы сами стараемся эту женщину отправить в перинатальный центр. То есть в учреждении более высокого уровня. Так что мы не всегда должны брать все на себя. И правильно мы должны оценив эту ситуацию с клиническим исходом всегда. Сегодня в родильном доме работает школа будущих мам? Школа будущих мам работает, да, на базе женской консультации. И, по-моему, по средам, я не могу сейчас точно сказать, да, в конференц-зале проходят школы эти. Школа кушеры-гинекологи женской консультации. На эти школы приходят наши детские доктора-неонатологи, которые рассказывают, показывают. Они рассказывают, что в родильном доме сейчас, кстати, раньше был скрининг 5 на следственной заместительной связи, 36. То есть при рождении малыша берется анализ на 36 динетических заболеваний. То есть вот даже если что-то есть, это всегда можно уже будет потом пролечить. Предугадать мы не можем, а пролечить, скорее всего, это будет возможно. И вот эти наши детские доктора рассказывают обо всем. Скрининги, какие проводятся, при рождении, аудиологические, кардиоскрининги, какие-то прививки. Все это прерогативы грудного вскармливания. Родильный дом совместного пребывания. То есть если все хорошо, мама с момента рождения малыша не разлучается с ними на секунду. Вы родились, полежали, пошли после рода в отделение. Это все так. Ну вот насколько мамочки, которые прошли эту школу, более осознанные, подготовленные, когда начинаются уже роды? Не всегда. Это, знаете, бывает, что мы когда смотрим с вами какую-то программу, все легко. А когда ты сам уже, пока руками не потрогаешь, это все совместить бывает тяжело. Но опять же, адекватной женщиной, и которой действительно послушать, надо просто нас слушать то, что делать и то, что он говорит. Естественно, у них не всегда все получается, но мы, наша задача, стараться объяснить, убрать вот этот страх и панику, у которой женщины. Ну, я думаю, что все-таки у нас это должно получаться, и мы должны стараться это сделать. Как-то, знаете, иногда даже какая-то шутка во время родов тоже может мамочку будущую как-то так встрепенуть. А, кажется, все же нормально, все же хорошо. Ну, и когда рождается малыш здоровый и все, вот такое напряжение, они совершенно становятся разными людьми. Она начинает улыбаться, она начинает с нами просто даже разговаривать абсолютно на другом языке, каком-то добром, понятном ей, понятном нам. Ну, опять же, это тоже какие-то очень положительные эмоции. Ну, твоего труда, положительные эмоции мамы, которая все-таки оценит нас, что мы же не вредите, хотим всегда им помочь. А как в этом случае, вот вы сами сказали, что это очень страшно и ответственно, а врач справляется вот с этими своими эмоциями, чтобы держать все под контроль? Ну, понимаете, врач чаще всего переживает внутри. Мы же не должны показать, что нам так страшно. Ситуация была действительно аховой. Ну, это даже не секрет. Но, во всяком случае, у нас есть такое правило, что рядом с женщиной мы ничего не должны говорить, не должны бегать, мы должны быстро ходить. Мы должны давать правильные команды, но команды не с паникой и со страхом в голосе, они такие просто разумные, спокойные, быстро. Ну, и вот эта наша бригада, наша команда, которая, мы же не одни, там у нас есть акушерка, детский врач, детская сестра, анестезиолог, все должны работать слаженно. Опять же, я вернусь к протоколам, есть алгоритмы действия, кто, что, что должен делать. И когда случается ситуация, мы даже можем улыбнуться, ничего страшного не переживайте, сейчас мы все сделаем, все будет хорошо. Вот, и вот эта слаженная работа всей команды, ну, добрая маска на лице врача. Ну, она может быть и серьезная, конечно, без этого никак нельзя. Вот, и это немножко должно женщинам просто успокоить, потому что они должны понимать, что что-то случилось такое, что экстраординарное, скажем так. Ну, во всяком случае, мы должны с этим справиться. Мама потом приходит в чувство, все хорошо, все нормально, мы же каждый день ходим на обход, они потом рады нас видят, некоторые. Но это да, приятно женщинам ходить на обход, когда есть какая-то ответная реакция. Вот, поэтому доктор не должен паниковать в первую очередь, потому что паника никогда никому не помогает. Акушеры, наверное, единственные врачи, которые могут сказать пациенту, приходите еще. Да, мы это говорим всегда, но если честно, когда там, ну, пятые роды, мы говорим, ну, мы приходите, конечно, ну, может быть, хватит. У нас недавно была женщина, кстати, одиннадцатые роды. Ну, это их личное дело, естественно, мы говорим, да, мы говорим, приходите к нам еще, мы будем вас рады видеть. Они некоторые, да, да. А бывает иногда так, ну, вы же меня приглашали три года назад, я пришла. Ну, опять же, это плюс нашему родильному дому, ну, плюс нашему персоналу, нашим докторам, нашему главному врачу, который, ну, все-таки старается нам как-то помочь держать наш родильный дом в каком-то, ну, опять же, на рельсах нового времени стараться нам помогать, оборудованию и так далее. Поэтому, да, некоторым приходят, мы говорим, что, конечно, да, приходите к нам еще, с удовольствием, мы все сделаем, чтобы у вас все было хорошо. Ну, и в завершение, что пожелаете, какой совет дадите будущим родителям? Совет, вы знаете, приходит женщина на роды, опять про страх, она такая, говорю, вы знаете, не надо бояться, переживать можно, естественно, но бояться совершенно не нужно, родово бояться нельзя. Это природа придумала женщине, давай, детей, а мы должны помочь ей дать этого здорового малыша и, опять же, при соблюдении всех тех норм, о которых мы говорили с вами с самого начала, да, быть обследованным, ходить на все приемы, которые назначил врач женской консультации. Еще бывает такая ситуация, что доктор назначает госпитализацию. Ну, не пойду я, вот нельзя это вот делать, понимаете? Ну, естественно, никто не хочет лежать в больнице, но если это надо, надо, ради рождения здорового малыша это надо. Вот если такое слово надо, оно должно всегда быть вложено, его нужно исполнить. Надо лечь? Надо лечь. Надо сходить лишний раз, сдать анализы? Надо сдать анализ. И вот тогда, когда мы все вместе соберем вот эту обменную карту, спросим ли она у нас, и тогда большая, конечно, вероятность того, что исход будет благоприятным. Во всяком случае, всегда всех ратуют за благоприятный исход. Ну, в зависимости уже от ситуации, конечно. Так что приходите к нам еще. Светлана Евгеньевна, спасибо вам большое за беседу, и пусть у ваших пациенток у вас будут только положительные эмоции. Спасибо, мы будем очень рады всех видеть. Надо заполнять демографическую яму.